Ткачество, кружева, сувениры из глины и дерева, куклы из ткани и соломы. Идея собрать самых лучших мастеров, которые занимаются традиционным ремесленничеством, пришла в голову Алифтине Марсажановой 7 лет назад. Тогда же, в 2015 году, в Самарской области появилась Ассоциация Самарских предпринимателей. Народные промыслы, народные традиции, ремесло, это всегда должно стоять в основе. Это традиция, это основа нашего, самоопределение. То, что креативным индустриям требуется поддержка, стало ясно уже на этапе изготовления сувенирной продукции. Члены Ассоциации попросили парламентариев посодействовать в поиске площадок для реализации своих товаров, так как не у всех мастеров есть возможность оплатить аренду. Но для начала, по предложению депутатов Губернской думы, продукцию необходимо забрендировать. Чтобы у ремесленников в Самарской области действительно было какое-то свое лицо, свое название, своя какая-то надпись, своя продукция, свой логотип. И действительно, это тогда приведет к большей реализации их продукции, и, соответственно, узнаваемости. В качестве возможных названий для сувенирной продукции были предложены креативные индустрии 63 и ремесленники Самарской области. Выбирать бренд, логотип и название предстоит членам Ассоциации предпринимателей. Ольга Павлова, Николай Сидоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok